Уже не раз Абакан называют городом предпринимателей. Среди нас есть люди, которые, несмотря на трудности, создают, производят, оказывают услуги, делают город привлекательным для инвестиций и развития. Бизнесмены Абакана – это творческие, ответственные, грамотные, очень находчивые и предприимчивые граждане. Каждый год на протяжении нескольких лет администрация Абакана собирает бизнесменов на партнерские встречи. Это площадка для диалога, обмена опытом, итог встречи, награждения лучших предпринимателей и не только. В этом году мы решили полностью поменять все номинации. И это новая номинация «Самозанятые года». У нас с 2020 года появился новый статус. Физические лица, которые платят налог на профессиональный доход, могут принять участие в данной номинации. И вторая номинация – это молодой бизнес. У нас всегда была проблема, что многие предприниматели не подходили по возрастному критерию под лучший молодой предприниматель. И в этом году мы приняли участие, что мы будем смотреть не возраст предпринимателя, а именно возраст бизнеса. То есть бизнес от года и до трех лет мы ждем с заявочками в наш конкурс. По словам специалистов, в нашем городе зарегистрировано порядка пяти тысяч самозанятых. Они занимаются изготовлением сувенирной продукции, косметики, оказывают услуги населению. Людей, кто работает на себя и платит налоги, становится больше. И, возможно, деятельность начинающих бизнесменов будет расширяться. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, заявителю необходимо заполнить заявочку и перечень основных показателей. Вот по этим основным показателям мы и оцениваем бизнес. Это выручка, это количество работников, исполнение налогового законодательства, трудового законодательства. И плюс дополнительно членами конкурсной комиссии оценивается самопрезентация. У самозанятых граждан не оцениваем только исполнение трудового законодательства, потому что у них не может быть нанятых сотрудников. Заявки на конкурс «Лучшие в бизнесе» специалисты принимают с 19 октября. Кроме анализа всех представленных документов, члены конкурсной комиссии посетят предприятия и организации. А также познакомятся с деятельностью самозанятых граждан. Итоги конкурса объявят в декабре на торжественном мероприятии «Партнерские встречи». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...